Местописание, которое я хотел бы открыть сейчас, и давайте вместе с вами мы откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха здесь сказаны следующие слова. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены, которые пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Эти слова, которые сказали когда-то эти елены, что «мы хотим видеть Иисуса», я думаю, что они являются желанием очень многих людей сегодня в этом мире. Я однажды сказал, даже размышлял и пришел к такому выводу, что если есть человек, который бы по-настоящему, который живет без Бога, который в этом мире, и он по-настоящему бы получил откровение о том, кто есть Иисус, что если бы он по-настоящему пережил его в его славе, в его силе, в красоте, которым он является, я думаю, что не осталось бы ни одного атеиста на этой земле. По той лишь причине, что образ Иисуса, откровение о том, кто он есть, это как раз есть зов или крик многих человеческих сердец. Вот сегодня в мире люди, они нуждаются в Иисусе. И мы, как христиане с вами, никто другой не будет рассказывать ни ангелы, Бог не определил, чтобы ангелы приходили с небес, посылал, чтобы они рассказывали о Божьем плане спасения, о том, кто есть Иисус. Но Бог возложил эту миссию и дал ответственность каждому верующему человеку. И это одна из основных целей, чтобы показать через нас открыть Божьего Сына, чтобы нам умолиться и чтобы Он мог возрастать через нас и был проявлен Божий Сын. Он был проявлен в нашем окружении, где мы находимся каждый день. Итак, как Иисус Христос, Он может быть проявлен или стать видимым через каждого верующего человека? Есть один ключ, есть один очень важный, непопулярный, я бы сказал, ключ и принцип, оставленный в Писании. Как может Бог использовать нас для того, чтобы миру показать Иисуса Христа? Это не через слова даже, это не через внешние какие-то проявления, не из-за того, что мы поставим стикер на нашем автомобиле, что «Я верующий» или «Я христианин». Но не поэтому узнаются верующие, что они являются христианами, но они узнаются по одному важному принципу, о котором здесь как раз Христос и сказал на ответ Еленову, «Мы хотим видеть Иисуса». И чтобы Иисус Христос не пришел здесь и не сказал «Вот я», но заметьте, какую истину Он открывает здесь в 23 стихе этой главы. Иисус же сказал им в ответ «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, оно принесет много плода». Итак, чтобы Иисус Христос, Он был проявлен через каждого из нас, Христос говорит, что мы должны стать этим зерном, и мы должны умереть для себя. А для своих амбиций, для всего человеческого, для своей гордыни, для своего собственных каких-то целей, и когда мы умираем для себя, тогда Иисус начинает быть проявленным через нас. Итак, иными словами, мы сегодня будем говорить в этой программе о том, как умереть. То есть это будет программа посвящена умиранию. Но мы не говорим о физической смерти. Я думаю, что вы понимаете, друзья. Мы говорим сейчас о более внутреннем, я бы сказал, сокрушении, сокрушенности характера, сокрушенности нашего сердца, благодаря чему Иисус может быть прославлен, благодаря чему Божья сила может проявляться через нас, и благодаря чему Божье Царствие может проявляться в том месте, где мы находимся сегодня. Одно местописание из Ветхого Завета, написано, Исаия, 6 глава, 1 стих, написано, что «В год смерти царя Озии видел я Господа Высокого, Превознесенного, края риз наполняли храм». Итак, когда Исаия увидел Господа, его в славе, в его красоте, в его величии, а именно в тот момент, в тот год, когда умер этот нечестивый, этот негодный царь, который правил когда-то в Израиле, Озия, если у нас есть вот эта наша природа плотская, которая, она никогда не может быть исправлена, она никогда не может быть изменена или отремонтирована, как бы, то есть, усовершенствована, она, ей судьба для нее одна, это чтобы она умерла, и когда мы умираем в нашей природе, тогда Иисус Христос начинает быть видим и прославлен через нас. Итак, мы начнем с того, друзья, что Бог хочет, чтобы мы умирали. Апостол Павел в своем послании, представьте, что это человек, которого Бог могущественно использовал, а ключ к тому, что Бог его могущественно использовал, был в том, что он говорил, что, сделал следующее заявление, что я каждый день умираю. И вот целью жизни было, чтобы через его жизнь и служение был возвеличен, жизнью, даже он говорит в одном месте, то ли смертью, был возвеличен Иисус Христос. Итак, давайте посмотрим сейчас о некоторых людях в Священном Писании, в Ветхом Завете, которых Бог использовал когда-то, но перед тем, как Бог начал их использовать, они проходили через этот как раз процесс засеивания в сырую землю. Они становились этим зерном, которое Бог, я бы сказал, сеял в эту темную, сырую, холодную почву. И они должны были пройти, проходить через этот процесс отмирания, вымирания для себя, умирания для своей личной жизни, для того, чтобы Бог взял их и могущественно их использовал. Мы говорим сегодня о таком человеке, как Иосиф. После того, когда Бог дал ему большое видение, его предают братья. Это первое было, скажем, время или начало его процесса о вымирании, когда он оказался в предательстве от своих братьев. Это было больно, это было неприятно. Но в этих испытаниях как раз Бог формировал и помещал его в эту сырую землю, как зерно, где он умирал для себя. Потом незаслуженное обвинение в доме Патифара. Это опять очередное вымирание. Потом попадание в тюрьму и забытость всеми оставленность и одиночество. Вот три ступени, через которые, скажем, прошел Иосиф перед тем, как Бог взял его жизнь и начал выполнять то видение, к чему Бог его призвал. Итак, второй человек, о котором я хотел поделиться с вами, друзья, это Моисей. Моисей – это был благословенный человек, который прошел через большой процесс вымирания. И мы читаем, что он был воспитан во всей мудрости царя египетского, и он был воспитан довольно в высоком образовании. Но в то же самое время у Бога была судьба для него. Бог хотел его могущество использовать. И он однажды вышел из этой своей зоны комфорта, из царского дворца, и он оказался в обыкновенных бытовых условиях жизни. Он увидел, как еврея обижают еврея. Он увидел, как обижают, скажем, то есть египтянина обижают еврея. И он своей силой хотел принести избавление для израильского народа. Не это ли хотел Бог? Это было в Божьих планах, чтобы Моисей, он и был этим избавителем, этим освободителем от рабства Египта. Но, во-первых, Моисей, он вышел не в свое время. Он вышел в то время, которое Бог для него еще не определил. Но и что произошло дальше? Он убегает в пустыню, и он проводит до 40 лет, вернее, 40 лет он проводит в пустыне, перед тем, как Бог является ему на Хариве и открывается ему, говорит, я Бог, я Есмь. Пойди и избавь, и освободи мой народ. Что происходило 40 лет в жизни Моисея? Это были бесплодно прожитые годы? Это были годы, которые были бесцельны? Нет, это были годы, где Моисей как раз находился в этом пустынном состоянии, в пустыне, где умирал он для своей собственной силы, для, умирал, может быть, в своих каких-то взглядах на жизнь, которые были привиты ему в царском дворце. И когда в один день, когда он, написано, повел стадо далеко в пустыню, там явился ему Бог и дал ему поручение, задание, что он должен был сделать. Итак, Моисей также, он прошел через этот процесс вымирания, перед тем, как Бог мог использовать его как своего могущественного лидера и вывести израильский народ из рабства. Давайте откроем сейчас 14 глава, извиняюсь, 12 глава числа. И здесь я хотел бы, чтобы мы еще раз прошлись по одной конкретной ситуации из жизни Моисея и увидели, что насколько Моисей, этот Божий человек, он был мертвый, он был мертвый до такой степени, что написано, что никому Бог в Ветхом Завете не открывался так, как он открылся когда-то Моисею. А почему? То есть лицом к лицу он открывался. Потому что Моисей, он был человеком, который умер для себя, умер для своих амбиций, умер для своего эгоизма, умер для своих личных интересов. И для его Божьей, исполнение Божьей воли, это было самым основным приоритетом жизни. Итак, одна история, что однажды упрекали Мариам и Арон Моисея, упрекали за жену Ифиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ифиоплянку. То есть у Моисея была жена Ифиоплянка, она была чернокожая. И его упрекали за это. И тогда Бог, представляете, и сказано, это первое обвинение было. Второе обвинение было в сторону Моисея, было сказано, что не одному ли Моисею, и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. Представляете? То есть они поставили под сомнение авторитет Божьего человека Моисея. И далее написано во втором стихе, и услышал это Господь. Услышали люди, услышал ли это Моисей, да, услышал. Но самое главное, что эти упреки в адрес Моисея услышал Господь. И дальше написано, что Моисей же был человек, человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь Моисею и Арону и Моориам, выйдите вы трое, скини к скини собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе. И он начал защищать, Бог начал защищать Моисея. И он говорит здесь, бывает ли у вас пророк Господин? И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господин, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моему. Устами к устам, говорю с ним, и явно они в гадании, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Итак, Бог вступается за Моисея, потому что он был кратчайший, он был кроткий человек, он был умерший, иными словами, человек. И здесь дальше написано, что Мориам, она покрывается проказою, она становится вся белой. И написано дальше, что после того, когда Моисей увидел сестру свою в полной проказе, что вышло бы, друзья, из наших уст? Мы могли бы сказать, вот видите, Господь все-таки на моей стороне. Господь все-таки защитил меня. Я прав, а вы не правы. Но смотрите, реакцию Моисея, этого Божьего человека, который говорит следующее, «И возопил Моисей Господу». И он возопил и сказал, «Исцели ее». Вот эти слова, они являются словами мертвого человека, который мертв для критики, мертв для мнения других людей. Человек, который умер, чтобы себя защищать. Как часто мы, если нас критикуют, нас обвиняют, мы настолько еще живы в самих себе. Мы настолько хотим доказать свою правоту, что мы правы, а кто-то не прав. То же самое время, когда мы, друзья, начинаем защищать себя. Вот как раз я верю, что этим принципом руководствовался Моисей. Тогда Бог, Он перестает защищать нас. Очень простой смысл здесь. И вот как раз Моисей, он был настолько мертв, что он не искал оправдания, не искал, как себя защитить. Но он, наоборот, был мертв достаточно, чтобы просить милости и исцеления для того человека, который его ранил или его обидел. Друзья мои, Божья цель для нас, чтобы через нашу христианскую жизнь был проявлен Божий Сын. И вот как он точно, как Бог посеял жизни, на примере мы проводили Иосифа, как это зерно, он взял его и посеял в эти тяжелые испытания жизни, как он взял точно жизнь Моисея и посеял его в эти 40 лет оставленности, забытости в пустыне. Точно так же Бог, Божья цель для нас, если Он хочет нас использовать могущественнее, если Он хочет проявить себя через нас в полной мере, Он обязательно будет проводить нас через этот процесс умирания для себя. И об этом Павел говорил, что я каждый день умираю. В Ветхом Завете есть еще одно местописание, это история троих людей, это Сидрах, Месах и Авдинагу. Мне так нравится, вдохновляет история этих людей, потому что Бог так же поместил их. Да, они были твердые, они были верны Богу для того, чтобы сохранить верность Богу и не поклониться истукану. Но в то же самое Бог преследовал еще большие цели, чтобы вот этот царь Вабилонский, через их жизнь он имел встречу или познание о живом Боге. Он имел встречу с живым Богом. И вот когда они сказали, мы не поклонимся, это написано в Даниила, мы можем открыть это местописание Даниила, 3 глава, 17 стиха, здесь написано, что Бог ваш, смотрите, что говорит, вернее, Сидрах, Месаха отвечает на уходоносор, говорит, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем, и от руки твоей яйца избавит. И вот они были стойкие, они были твердые, и смотрите, Бог их не вступился за них, иными словами, Бог ничего не сделал для того, чтобы избавить их от печи, но Бог позволил им, чтобы они все-таки были брошены в печь огненную. И когда эти три молодых человека, они были брошены в огненную печь, приходит на уходоносор, он, наверное, хотел уже нюхать этот запах смерти, он хотел, на самом деле, убедиться, что эти три отрока, что Бог, о котором они говорили, это Бог слабый, Бог сильнее. Но, однако же, когда он подошел к этой печи, написано 25 стих, смотрите, что он говорит, я вижу, на воду дахануносор говорит, я вижу четырех мужей, несвязанных. Итак, самое первое, когда эти три мужа, или отроки их называют, они попали в огненную печь, а огненная печь как раз и служила в этом случае, этим процессом очищения или процессом умирания для себя. Когда они оказались в этой огненной печи, на уходоносор видит не связаны, их связали, но огонь, который был в этой печи, он сжег их веревки, но эти люди, эти отроки, они остались невредимы, они остались целы. Итак, это тоже откровение, что если мы попадаем в огонь испытания, если Бог переплавляет нас, если Бог этим же самым, чтобы мы умерли для себя, чтобы Иисус Христос был проявлен через нас, и Божья сила могла быть проявлена в нашей немощи, Бог может также поместить нас в огненные испытания. Но у меня есть новость на основании этого местописания, друзья, что ни одна, ни один волос вашей головы не сгорит, и одежда не сгорит. Все, что сгорит, то, что мешает, то, что мешает Богу, то, что мешает выполнению вашего призвания, то, что мешает Богу для того, чтобы его сила двигалась через вас, это все сгорит в огне испытания, это все сгорит, в этом, это должно все умереть. И более того, смотрите, что дальше здесь написано. Написано, что и не было им вреда, и на выходном остров увидел и вид четвертого, подобного Сыну Божьему. Итак, вот как раз мы говорим сегодня, наша тема о том, что Иисус Христос хочет быть проявлен, как эти елены пришли и сказали, мы хотим видеть Иисуса. На это Иисус ответил, что истинно говорю вам, если пшеничное зерно, оно не упадет в землю и не умрет, оно не принесет плода. Христос говорил здесь о своей смерти и воскресении, но Он также говорил здесь о том, что если мы хотим видеть Иисуса, если же мы хотим показать этому миру Иисуса Христа, мы должны умереть для себя, как это зерно. В один момент Бог возьмет вас и бросит вас, как Он бросил Моисея, как Он бросил Иосифа, как Он бросил этих цедрах, месах, афдинагу, трех мужей, с единственной целью, чтобы в этих, в этом сгорании, в этом умирании для себя, был проявлен Иисус Христос, Божий Сын. Иными словами, был вид четвертого подобен Сыну Божьему. Итак, цель испытаний здесь состоит в том, друзья, иногда мы жалуемся, Господь, почему это я хожу верно, я хожу, служу Тебе искренним сердцем, почему происходит то или иное в моей жизни? На основании Божьего Слова я хочу сказать, друзья, что Бог преследует цели намного больше, чем мы. Он смотрит с перспективы вечности и делает свою работу в вашей жизни ту, которая повлияет на всю вечность. Для нас это иногда непонятно, для нас это не имеет смысла. Однако же мы должны согласиться, если мы попадаем в эти огненные испытания, где Бог, Он сокрушает нас и делает нашу жизнь сокрушенной, наше сердце сокрушенное, наш характер сокрушенный, для того, чтобы все-таки больше было проявлено Его в нашей жизни. И вот когда-то мы читаем Иова, 23 глава, я не буду сейчас открывать эту главу, Давид когда-то, извиняюсь, Иов оказался в этих обстоятельствах как раз посеянным этим зерном в сырую, мертвую почву, не в мертвую, но он был оставлен, скажем, он был забыт. У него были самые темные периоды его жизни он проходил. Когда его дети были убиты, когда жена его сказала, похуй ли Бога и умри, когда все тело его было в проказе. Разве это не была его жизнь, напоминает, что это зерно, посеяно в эту сырую, темную, холодную почву. И вот он был там в определенное время, мы не знаем сколько. Но, и он, смотрите, что в этой ситуации, он говорит Господу, «И вот иду я, впереди не вижу его, сзади не наблюдаю, чтобы он ли делал слева или справа, чтобы Бог делал в моей жизни». Но потом написано следующее место Писания, я не буду открывать сейчас, буду цитировать так, «но он знает путь мой, пусть испытает меня, и я выйду как золото». Смотрите, молитва Иова была, чтобы он хотел быть этим золотом в глазах Бога, он хотел быть переплавленным человеком, он согласился, чтобы все, что Бог делал в его жизни, если это Бог делает, он сказал, «Да, Бог делает, но я хочу быть другим, я хочу быть человеком совершенно мертвым для себя». И смотрите, в один день я верю, что когда эти дни испытания, эти огненные дни прошли в жизни Иова, Иова, и он стал этим золотом, огнем очищенным, Бог посмотрел с высоты небес, на это очищенное золото, и он увидел в этом очищенном золоте, в жизни Иова, он увидел образ сына своего, отражение сына своего. Вот это как раз, конечно, цель Божья, для того, чтобы через все трудности, через то, когда мы умираем, проходим огненные испытания, как это было в жизни Сидрака, Месаха и Динаука, или Иова, чтобы Бог, мы были переплавлены, стали золотом, огнем очищенным, и Бог увидел в нас образ. И не только, чтобы Бог увидел образ сына своего в нас, но чтобы этот мир увидел нашу сокрушенность, чтобы мир увидел, что мы другие люди, увидели нас не по обрядам, не по традициям, не по одежде, как иногда люди измеряют, но что-то внутри нас есть, что другое, что в наших глазах есть что-то излучается, в наших словах, в нашем образе жизни, они видят то, что они не могут найти нигде в других местах, ни в других людях не могут найти. И в Левитам, 24 глава, 2 стих, Бог однажды сказал потрясающее слово. Вот мы говорим о том, что мы должны проходить через процесс умирания, для того, чтобы Бог мог действовать через нас, чтобы образ Иисуса мог быть проявлен через нас в этом мире. Бог говорит Моисею, скажи сынам Израилевым, прикажи, чтобы они приносили тебе елей чистый и выбитый. То есть, смотрите, должны были оливки, но эти оливки, они должны были выбиты, они должны были пройти через процесс выбивания. И когда их отбивали хорошо, когда их выбивали с разных сторон, палками или прутьями, в то время вытекал этот через них елей, это масло, которое использовалось при священном служении в храме. Вот точно так же, друзья мои, на этом мы заканчиваем программу, но я хочу сказать, если вы, если Бог проводит вас через это выбивание ваше, если Он бьет вас с каких-либо сторон, и вы имеете правильные взаимоотношения с Богом, и вы не задаете вопрос, Господь, почему это или другое происходит в моей жизни, вы всего не понимаете, пусть у вас будет одно откровение сегодня, что Бог достигает вашей мертвости, Бог выбивает вас, как эти маслины выбивали когда-то сыны Израилевы, потому что чем больше вы подвергаетесь давлению со стороны, чем больше вы даже подвергаетесь давлению со стороны людей, чем больше вы подвергаетесь сопротивлению в духовном мире со стороны дьявола, помните одну истину, что сила в этой немощи совершается Божья сила, в этой немощи, в этом отбивании как раз происходит увеличение вашего помазания и елея, который Бог хочет видеть на вашей жизни, и поэтому, друзья, сегодня эта программа для вас, для того, чтобы вы вдохновились и увидели, что Божий почерк, который есть, возможно, вы проходите испытания или выбивания, или процесс умирания, Бог имеет за этим большую цель и преследует большие-большие цели в том, что вы проходите сегодня. И последнее, вы спросите, а как же я могу еще умереть для себя, чтобы Иисус был проявлен? Есть один очень простой, но всеми очень часто забываемый путь. Это проводить время в Божьем присутствии ежедневно, потому что, находясь с Ним в присутствии Духа Святого, проводя общение с Ним, слыша Его голос, выражая Ему свои желания, общаясь один на один с Ним, вы умираете для себя, умирает ваша природа, умирают ваши амбиции, умирают ваши все обиды, умирает все человеческое, и вы выходите из вашей комнаты, где вы проводите время с Духом Святым, обновленные в силе, освеженные Духом Святым и помазанные этим свежим елеем на вашей голове. И я заканчиваю программу сегодня этим словом, с чего мы и начали эту программу, где елены пришли к Иисусу и сказали, что, Господи, мы хотим видеть Иисуса. Иисус сказал, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, не упадет и не умрет, оно не принесет плода. Точно так же и вы, друзья, Бог проводит вас через процесс вымирания, и мое пожелание для вас. И Божье Слово сегодня звучит. Он хочет видеть, Он хочет проявить себя через вас, через этот процесс с сокрушенностью вашего Я, с сокрушенностью вашей плоти, чтобы Его имя было, и только Его имя было прославлено через вас на этой земле. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова